Очень рада вас видеть. Сейчас я расскажу о довольно личной истории с курсовым проектом на тему Гарамона. Это произошло практически случайно, то, что я стала работать с Гарамоном. Дело в том, что то, о чем я сегодня буду говорить, не существует как одна единственная или какая-то отдельная конкретная вещь. Скорее, это множество разных вещей, которые принято называть словом Гарамон. И есть некоторые не Гарамоны, которые появились гораздо раньше, чем человек по имени Клод Гарамон начал вырезать из металла, отливать шрифты, а парижские издатели стали набирать и издавать книги его шрифтами. В общем-то, шрифт – это такая вещь, на которую мы постоянно смотрим, но практически редко видим или замечаем. И сегодня слово «Гарамон» чаще всего встречается тому, кто листает меню шрифт на компьютере. И его можно встретить в выходных данных книги, как, например, вот в этой вот, если издатель указал шрифт. Студенты узнают имя Гарамона из учебников типографики, а графические дизайнеры, особенно художники книги и типографы, могут перечислить несколько разных Гарамонов и долго спорить о их знаковом составе, отличиях, достоинствах и недостатках, кириллических версиях и так далее. Это список некоторых Гарамонообразных шрифтов, которые составил шрифтовых дел мастер и преподаватель шрифтового мастерства Владимир Ефимов для своей книги «Великие шрифты». И в его списке Гарамон – это первый из тридцати. Большинство шрифтов в этом списке появились на свет в 20 веке, когда стояла задача адаптации рисунков шрифта, популярного, очень популярного шрифта Клода Гарамона к быстро сменяющимся технологиям печати и набора текста. Но самое активное размножение Гарамонов произошло в последние 30 лет, когда шрифт стал цифровым, а инструменты проектирования стали доступны практически каждому дизайнеру заинтересованному. Роман Горницкий в своем ироничном эссе перечисляет 47 Гарамонов и приходит к выводу, что сегодня список Гарамонообразных занял бы целый том. Это самый краткий и остроумный обзор современных цифровых версий Гарамона. Внизу ссылка, и если интересно, то я рекомендую прочитать этот текст. Установленный на компьютере шрифт с названием Гарамон – это программа, которая определяет, какую точку в каждый момент закрасить черным или белым. Таким образом формируются черные и белые формы, и программа же определяет поведение этих черных и белых форм друг с другом. Над созданием такой программы иногда работает один человек, иногда целая команда дизайнеров и программистов. Ну, в общем-то, сегодня мастерская шрифтового дизайнера выглядит как персональный компьютер, ну и, наверное, какие-то инструменты вроде карандашей, калек, кисточек, перьев и так далее. Но это уже зависит от индивидуального интереса и пристрастий. Вот. А было бы очень интересно заглянуть в мастерскую Гарамона, потому что он работал с совершенно другими материалами и другими способами. Он тоже проводил границу между черными и белыми формами, только он вынимал белые формы из кусочков твердого металла, из стали. И таким образом он создавал пуансоны. То есть, то, что вы видите сейчас на экране, это комплект пуансонов одного размера. Сан-Агустен или Агустен Ромен – это название шрифтов. В то время шрифты различались не по названиям, а по размерам. То есть, у каждого размера было свое название. И в наши дни еще живы несколько человек, которые в молодости работали с металлическим шрифтом и гравировали. И вот даже на YouTube можно найти короткий документальный фильм, где показано, как гравируют металлические пуансоны. Это просто, чтобы представлять, насколько сильно отличается то, что делал Гарамон в середине XVI века от того, что дизайнер шрифта делает сегодня. Также технология, почти утерянная технология изготовления пуансонов, описана в некоторых исторических текстах. Например, в тексте француза Пьера Симона Фурье, 1760, в его руководстве по типографике 1764 года. И по этому руководству Фред Смейерс, голландский дизайнер шрифта, полностью восстановил процесс. И вот сам изготовил пуансоны, понял, что такое контур пуансон. Это довольно важная вещь для шрифтового дизайна. То есть он из этого исторического текста узнал, что вот эта вот контрформа создавалась другим пуансоном, то есть ударом вот этого вот пуансона, и потом уже дорабатывалась резцом. То есть дизайн шрифта начинался с контрформы, с белого. Один контрпуансон мог использоваться для нескольких похожих знаков. И весь процесс создания металлического шрифта выглядел примерно таким образом. Художник, шрифт, дизайнер сначала гравировал пуансоны на твердом металле. Из твердого металла создавались пуансоны, то есть с использованием резцов и контрпуансонов. Затем из одного комплекта, соответственно, для каждой буквы отдельный кусочек металла. Затем при помощи этих кусочков из твердого металла можно было при помощи удара молотком в более мягкий металл, в медь, создать матрицы. 20 или 30 комплектов матриц можно было получить при помощи одного пуансона. Матрица вставлялась в литейную форму, составляла ее основу и уже вот сюда заливался сплав из олова, свинца и с некоторыми другими добавками, специальный сплав. И таким образом получались литеры для ручного набора. То есть то, что сейчас осталось, то, что Клод Гарамон, соответственно, работал, как и другие мастера, которые создавали шрифт, они создавали все, весь вот этот цикл. И, конечно, самые исходные рисунки – это пуансоны. Потом матриц было больше, а шрифты уже можно было отлить практически бесконечное количество, но на любом этапе что-то могло пойти не так или поменяться. Это просто для тех, кто никогда не видел ручной набор металлический, он до сих пор существует и используется в издательстве «Редкая книга». Это современный пример просто показать, как выглядит печатная форма, собранная из металлических литер. И очень многое, что мы знаем о шрифтах XVI века, французских шрифтах XVI века, сохранилось в Антверпене, в музее Плантена Моретуса. Этот музей – это, по сути, типография, которой владел Кристоф Плантен, современник Клода Гарамона. Потом на протяжении нескольких веков эта типография успешно работала, а когда печатный бизнес как-то стал угасать, то просто было решено превратить это здание вместе со всем содержимым в музей. Поэтому, по сути, эта типография, как она работала в XVI-XVII веке, дошла до нас в практически идеальном состоянии, с книгами, с печатными станками. С огромным количеством матриц, пуансонов, шрифтов и в том числе с большой коллекцией артефактов, созданных Клодом Гарамоном. Если читать учебник типографики, то есть, собственно, любой заинтересованный в дизайне шрифта или в типографике человек сталкивается с описанием Золотого века французской типографики, где имя Клода Гарамона встречается рядом с именем издателя Робера Этьена, философа, поэта и автора трактата «Цветущий лук» Джифруатори и других современников Клода Гарамона. Но если вы оказались бы в ГАГе на шрифтовом курсе Type Media, то вместо лекций о Золотом веке французской типографики и вместо списка вопросов к экзамену и списка литературы вам предложили бы вот такое вот задание. Сходить на барахолку возле академии и найти книгу, напечатанную до 1950 года. До 1950 года использовался в основном металлический набор, потом появился фотонабор и потом уже цифровой набор. А до 1950 года, с большой вероятностью, вы бы нашли книгу, напечатанную именно металлическими литерами. И после этого представление об истории типографики уже никогда не будет прежним. На этом рынке, где продают все что угодно, там фарфор, книги, в общем, понятно, кучу всякой-всякой всячины, всяких артефактов, мне попалась огромная стопка юридических документов, старых при старых. Я просмотрела несколько из них, и мне очень понравился шрифт вот в этом документе, который был напечатан в Париже в апреле 1728 года. Мне, честно говоря, понравилась буква А, и тогда я вообще не думала о том, к какому периоду он относится, кто дизайнер. Ну, то есть я вообще забыла всю историю типографики, мне просто понравился этот документ. Вот. И от преподавателя получила вот такое вот задание. Написать эссе о найденном шрифте, о дизайнере, словолитне, месте, времени, стилистическом периоде, похожих шрифтах, оцифровать найденный шрифт и рассказать о процессе работы, о своих решениях, и что данная работа добавляет к уже существующим реконструкциям, если вообще что-то добавляет. Вот. И показать рядом страницу оригинала и такую же страницу, набранную своим цифровым шрифтом. Вот. Нас на курсе было 11 человек, и каждый нашел книгу из какого-то... Ну, то есть мы все отправились в путешествие в какое-то разное время и в разные страны. Вот. В том числе ездили в те типографии или там музеи, библиотеки, где сохранились артефакты того времени. И в итоге получилось 11 разных очень личных историй. Это крупный фрагмент шрифта. К сожалению, я не читаю, не знаю французского языка, поэтому мне не знакомо содержимое этого документа. Ну, то есть мне немножко сказали, что это юридический документ. Вот. И, в общем-то, задача была определить, где, когда и кем создан этот шрифт. Преподаватели, давая такое задание, очень рискуют, потому что им приходится часто признаваться в своем незнании. Ну, то есть вот как бы похоже на грамон, да? Похоже, но это не точно. Ну, попробуй написать вежливое письмо Джеймсу Моусли. Джеймс Моусли – это исследователь типографики, который преподает историю типографики на шрифтовой программе в Англии. Вот. И ведет блог, где он публикует свои исследования, которые еще не готовы для публикации, или он хочет их открыть для обсуждения. Ну, в общем-то, это очень внимательная и подробная история какого-то одного документа или артефакта. Вот. И, просмотрев этот блог, я поняла, что про Гарамона, ну, во всяком случае, на данный момент, в 2009-м, у него ничего не было. И поэтому написала письмо с вопросом, не знает ли он, что это за шрифт, и не посоветует ли что-нибудь, как его опознать. Вот. И он дал практически карту для исследования. То есть, во-первых, написал, что очень трудно определить шрифт по фотографии, потому что важно точно знать размер. И предположил, что это Сан-Агюстен, то есть примерно 14 пунктов, и что, скорее всего, это именно шрифт Гарамона. Хотя нельзя быть уверенным, потому что Кристоф Плантен и Роберт Гранджон изготовили очень похожие шрифты. Вот. Если это он, то время его создания – это примерно середина XVI века. Париж. Кстати, работа над проектом началась 10 октября 2009 года. То есть, вот этот пришел ответ. И как бы перебирать... Я вынула из книжного шкафа все эти документы, книжки, распечатки. Тоже 10 октября, но 14 лет спустя, то есть в этом году. Вот. Все остальное время они просто лежали на полке. Но, как бы, вопросы, которые возникли во время работы над этим проектом, все равно ответы на них я искала в течение всего этого времени, не думая об этом проекте. Вот. Кроме того, Джеймс Молсли сослался на две книги Хендрика Ферфлита, исследователя типографики французского Ренессанса. И одна из них, в которой есть описание интересующего меня шрифта, была на тот момент не издана. Она вышла как раз в 2010-м. Вот. И, кроме того, сложность исследования была в том, что нужно смотреть очень много книг XVI, XV, XV, XVIII веков, и невозможно в библиотечном каталоге написать книги, набранные гарамоном. Для этого нужен библиотекарь, который сможет их найти. Вот. И неожиданно однокурсница позвала меня поехать в Антверпен, в музей Плантена Моретуса перед общей поездкой с курсом и провести там два дня, работая над исследованиями. Вот. И это, конечно, было место, похожее на сон или сказку, потому что там стало разворачиваться огромное количество... То есть стало появляться огромное количество информации, связанной с этим документом. То есть передо мной появился... Как это? Каталог, опись, матрицы пуансонов, которые хранятся в музее. Очень подробная. И библиотекарь, и хранитель пуансонов, и печатник, он помог мне найти нужный размер. И был почти уверен, что это оригинальный шрифт Гарамона. Вот. И у меня были вот такие вот ксерокопии с... Как это? Копии... Вот с матриц Гарамона были отлиты шрифты уже в наше время, и с них сделан отпечаток. В общем, с этим отпечатком я сравнивала свой документ, и описание в каталоге музея совершенно было не похоже на ту историю типографики, которая рассказана в учебнике. Вот. Вообще, как бы я тогда с трудом привыкала к общению на английском языке, и хотя неплохо его знала, неплохо читала, но сложить несколько слов в какой-то осмысленный вопрос было довольно сложно. А тут я столкнулась с текстом, где английский перемешан с французским. Спасибо ещё, что это было на английском, а не на французском, потому что с таким документом можно было вообще столкнуться с ситуацией, когда вся информация о шрифте на французском языке. Вот. Но удивительным образом исследователь творчества Гарамона пишет свои работы на английском, на доступном мне английском. Вот. Но, конечно, французский в этом исследовании очень сильно бы помог. И когда он был нужен, я просто просила однокурсников о помощи. Да. И структура этого текста такая. То есть, вот как описывают библиотекари-исследователи шрифт. То есть, сначала размер, потом автор, потом дата первого появления, где он первый раз появляется, в каких книгах. Вот. Частенько от какого-то конкретного шрифта, как артефакты, остаются только напечатанные им книги. Это редкая ситуация, когда остаются матрицы, пуансоны или вот сам металлический шрифт. Дальше идёт список книг, которые были набраны этим шрифтом найденных книг. То есть, библиотекари идентифицируют шрифты, каким шрифтом набрана та или иная книга. И дальше идёт подробное описание знакового состава. Вот конкретно в этом 176 матриц. И дальше описано, какие именно, какие из них были заказаны позже голландскому дизайнеру Ванден Кьери, вот, видимо, по каким-то платёжным документам. И, рассматривая свой документ, вот слева буква из вот этих листочков, найденных на базаре, справа буква из каталога музея, я пыталась догадаться, тот этот шрифт или не тот. С одной стороны, он очень похож, с другой стороны, есть явные отличия. Вот, например, кажется, что здесь вот эта диагональ идёт чуть более, чуть более круто идёт вверх, чем вот здесь вот. И вот что видно при наложении, при компьютерном наложении. Я отсканировала и то, и то. Ну, в общем, и то, и то было в реальном размере. И при сканировании на 2400, в общем, получаем масштаб, который соответствует. Вот так вот они соотносятся. То есть, вот это вот... Вот настолько сильно отличается оттиск в моём документе от оттиска, сделанного со свежих, свежеотлитых шрифтов в музее. И пока я сидела за столом и пыталась понять, тот это шрифт или не тот, пришёл тот самый исследователь, которого рекомендовал Джеймс Моусли, и просто проходя мимо моего стола, не глядя, сказал, да, это он. Вот вообще человеку на тот момент было примерно 86 лет. Это, конечно, удивительно. И после удалось с ним поговорить, и он подробно рассказал о принципах исторического исследования в типографике, откуда появляются различия между разными шрифтами. Ну, например, разница между... Разница во времени между годом, когда Грамон награвировал этот шрифт, и когда документ был напечатан больше 150 лет. Соответственно, если вот та типография, где отпечатан документ, приобрела не матрица, а это, вероятно, был именно металлический шрифт, то шрифт мог изнашиваться, то есть им могли пользоваться, например, 100 лет. Какие-то знаки могли заменяться, какие-то могли ломаться. Кроме того, краска распределяется достаточно неравномерно, и я предполагаю, что вот эта разница, это как раз-таки из-за краски. Перед печатью бумагу увлажняют, и она тоже неравномерно деформируется, когда высыхает. И более того, для интересующего меня шрифта, то есть шрифта из этого документа, Грамон изготовил два комплекта пуансонов, которые могли отличаться по рисунку, и мы точно не знаем, какой именно использован в документе. Кроме того, он рассказал о своей работе, и он работает примерно так. То есть он смотрит, ищет документы в архивах и библиотеках, потом анализирует, насколько они надежны, и смотрит очень много книг изучаемого периода, после выдвигает гипотезу, соотносит с источниками, делает выводы. И таким образом он смог восстановить биографии семнадцати пуансонистов XVI века. От XVI века не дошло практически никаких материалов, кроме книг в библиотеках, и очень редких юридических документов, типа завещания или какие-то расписки о продаже шрифта, что-то вот такое. И по книгам исключительно он смог восстановить, вот историю семнадцати художников, рассказать о том, какие были их религиозные и политические взгляды, на ком они были женаты, как работали, как закончилась их жизнь. То есть это очень интересно, то, что ему удалось собрать и восстановить. Но тем не менее... То есть он этому посвятил... В XVI веке он посвятил практически всю жизнь, и в введении вот к книге он пишет, извиняется перед читателем, что он просмотрел все меньше четверти доступных ему книг, изданных во Франции, а надо было бы просмотреть еще и книги, изданные в других странах. В общем, такая очень большая работа. Но когда шрифт был идентифицирован, тут уже найти информацию про Гарамона было несложно, поскольку он самый знаменитый из всех своих коллег-современников. Он единственный пуансонист, чей портрет был напечатан в небольшом издании из 144 портретов, гравюр-портретов знаменитых французов XVI века с краткими биографиями. И, в общем-то, биография Гарамона, она как доминанта Ухтомского разрастается и обрастает артефактами, и поглощает в себя что-то, что находится рядом, а исследователям приходится скорее вычитать артефакты из биографии и шрифтографии Гарамона. Например, часть шрифтов, которые называются Гарамон, они сделаны на основе так называемых университетских шрифтов Жана Жанона, который, в общем-то, был в некотором смысле последователем Гарамона, но родился на 20 лет примерно после его смерти. И только в 1927 году Беатрис Уарт поняла, что это не шрифты Гарамона, когда уже шрифт монотайп Гарамон был сделан и назван в честь Гарамона. Вот тут можно обратить внимание на характер буквы А и характер буквы G сравнить их со шрифтом из листочков, чтобы увидеть разницу. То есть они, с одной стороны, есть некоторое сходство, но разница тоже существенна. И вот многие шрифты, которые называются Гарамон, на самом деле основаны на шрифтах Жана Жанона. Также дата рождения Гарамона уехала примерно лет на 30 от той даты, которую сейчас исследователи предполагают. Сейчас предполагают, что это 1510 год, потому что в 1564 была жива его мама. И если в 1480 на момент рождения сына и ей было хотя бы 16, то в 1564 ей бы исполнилось 100. Так что биография Гарамона она расширилась примерно на 30 лет до рождения и 100 лет после его смерти, включая биографию Жана Жанона. А также по ошибке были атрибутированы многие шрифты из 1530-х, например, вот этот вот крупный шрифт, крупная антиква в издании Роберто Этьена 1531-го. В это время Гарамон, скорее всего, еще работал подмастерьем, то есть учился. Вот. И что известно? Точно известно дата его смерти это где-то между 23 сентября и 18 ноября 1561-го года, потому что от этого факта осталось несколько документов. Во-первых, его завещание, во-вторых, опись, которую Гийом Лебе помогал составлять его вдове. И матрицы и пуансоны были проданы на аукционе, и с аукциона они разошлись по трем странам. Часть осталась в Париже, часть Кристоф Плантен увез в Антверпен, и часть была увезена во Франкфурт, откуда его шрифты попали уже на международный рынок. Это спецмен из Франкфурта, 1592-й год. Кроме того, Гарамон достаточно быстро стал известным пуансонистом в Париже и получил заказ от королевского печальника Робера Этьена на создание греческого шрифта. Над этим проектом он работал 9 лет. То, что сейчас вы видите справа, это рукопись, на основе которой Гарамон вырезал шрифт. То есть разница настолько минимальна, что видно, что он практически буквально следовал написанному рукописным формам. шрифт. еще один факт из его биографии. В самый разгар работы над королевским греческим Гарамон решил, что недостаточно заниматься только созданием шрифта, и ему хотелось бы попробовать себя как типографа и издателя книг. Этим он занимался один год и написал короткое предисловие к первой изданной им книге, в котором сказал, что вырезал и отливал шрифт с самого детства. и далее он пишет о том, что создавать шрифт для издателей это все равно, что украшать перьями гнезда и приносить им мед, и в общем он решил попробовать сам свои силы в книгоиздании, но видимо как-то это не пошло, он издал несколько книг и после этого вернулся к работе над шрифтами. Но я думаю, что это очень сильно повлияло на его понимание шрифта, то есть возможно это был еще и не только какой-то финансовый ход, но и творческий, то есть шрифт становится виден и понятен только раскрывается как бы только в книге. а как бы литеры это всего лишь наборный материал, часто говорят о том, что в 15 веке произошла революция в типографике, но на самом деле как бы в шрифте происходило очень мало, а вот в книжной типографике достаточно много, то есть происходил переход от готики к антикве, и самая большая разница, которая произошла в 1530-х, это как раз таки вот это вот появление антиквы, и работа Гарамона и других его коллег заключалась в том, чтобы создать достаточно шрифтов для издателей, чтобы набирать книги антиквы, то есть вот это был самый важный момент, он именно в типографике происходил, вот, а собственно шрифты в точности повторяли, рисунок шрифтов в точности повторял то, что Франческо Грифа, тот шрифт, который Франческо Грифа в конце 15-го века награвировал для Альдамануция в Венеции. Несколько фактов из юности как бы или из начала о жизни Гарамона это то, что скорее всего он принадлежал к среднему классу, то есть его личном и семейном кругу были печатник, художник, мастер замков, торговец, профессор теологии, некоторые факты мы узнаем из мемуаров сына Гиома Лебе, который работал для Гарамона и в частности он говорит, что Гарамон работал подмастерьем у Антуана Ажеро Ажеро его жизнь закончилась в 1534 году, когда он превратился в книгу поэзии и видимо поэзию он любил больше, чем свою жизнь, а Гарамон в это время начал самостоятельную карьеру как дизайнера шрифта и начал создавать и продавать шрифты для разных издательств, потому что до этого его предшественники работали в одном издательстве. Сейчас на экране две самые первые антиквы. Первая антиква это антиква созданная Йенсеном в 1470-м и вторая как раз таки шрифт грифа, который послужил образцом, которому подражали современники Гарамона и сам Гарамон. Прекрасные фотографии в тексте Рикардо Аллок благодаря им можно рассмотреть и сравнить в деталях. И вот тут можно рассмотреть разницу между шрифтами Йенсена и грифа. Она не очень большая, но есть. Например, здесь диагональный штрих, а здесь горизонтальный. Буква А тоже немножко отличается. Вот. Но если мы посмотрим на шрифт Гарамона рядом с шрифтом грифа, то увидеть какую-то существенную разницу будет гораздо сложнее. То есть понятно, что задачей Гарамона было как можно точнее повторить рисунок, созданный Франческо грифом. Это для сравнения что-то совершенно другое, более позднее, из XVIII века, просто чтобы понять, насколько маленькая разница между шрифтами Йенсена и Гарамона. И вот здесь можно было бы предположить, что подумать про границы этого явления. То есть очень много шрифтов называются именем Гарамона. Иногда эту группу шрифтов называют Гаральды, соединяя имя Гарамона и Альда. В общем-то это одна модель, один рисунок, который появился в Италии в конце XV века и развивался во Франции. То есть это довольно широкое явление, которое не ограничивается только работами Гарамона, а также включает работы его современников и его итальянских предшественников. И продолжается в реконструкциях в XX веке. Теперь возвращаюсь к после исторического такого обзора возвращаюсь к проекту. Это страничка из документа, это цифровая реконструкция. У меня, честно говоря, тогда осталось ощущение разочарования тем, что получилось. Конечно, преподаватели поставили зачет, все было нормально, но понять, что такое Гарамон, мне, наверное, не удалось. то есть я попробовала разные способы работы, вот так вот вычищать контур белой краской, как бы искать контур формы, работать карандашом по распечаткам, но еще несколько разных способов, но все это было как-то, ну, просто, просто, вот как картинки обводить, что ли, на кальку, вот, как раскраски в детстве. И после этого, ну, как-то этот вопрос не давал покоя, то есть, вот, что же такое Гарамон, и многое из того, что я потом делала и изучала, было связано с теми вопросами, которые возникли по ходу работы, и некоторые ответы я нашла в текстах Герита Нордзе, основателя вот этого вот курса в ГААГе, учителя наших преподавателей, в его тексте, который называется «Правило или закон». В этом тексте он проводит такую существенную разницу между формулировками одних и тех же вещей, то есть, любое наблюдение можно сформулировать как правило, когда там «делай так», «не делай так», вот, или как закон, когда, ну, как бы, закон предсказывает, что происходит. Если строка длиннее 12 слов, то падает удобочитаемость. Вот, можно найти тогда случаи, когда этого не происходит, и тогда закон как бы расширяется или переформулируется. Вот, и, в общем-то, любое типографическое правило можно переформулировать в законы. И он старался со своими учениками искать именно законы. Вот, в то же время его старший коллега Ян Чихольт выпустил вот такую вот книгу, где правила книжного оформления сформулированы достаточно жестко. Там, вот, нельзя делать так, можно так, надо так, и так далее. Вот, и в своем тексте, посвященный переосмыслению наследия Яна Чихольта, Норзи как бы спорит с ним достаточно остро и временами критично, но в то же время с большим уважением к своему коллеге. Вот. И в том числе о реконструкции Гарамона, которую сделал Ян Чихольт и который называется Сабон. И один из тезисов Норзи в том, что маньяристские решения Гарамона невозможно перенести в совершенно другой медиум, как реконструкцию, как Чихольт сделал Сабон. Но не стоит винить за это Чихольта, потому что не он один так делал, а так поступали многие прекрасные дизайнеры, потому что просто время было такое и производство шрифта подчинялось необходимости продавать наборные машины. В итоге получалось высококачественное, но все-таки подделка. И когда они встретились лично в Праге, то Ерит задал ему вопрос, какой именно Гарамон, имея в виду огромное количество матриц, пуансонов и размеров, которые награвировал Гарамон, ну и Чихольт, в общем-то, как пишет Нордзи, ушел от дискуссии. Вот. И это довольно интересный текст, он часто для меня, пожалуй, подсказывает выходы из каких-то тупиков. И одна из важных вещей, которые говорит Нордзи, что наука заходит в тупик, когда заглушается дискуссия. И что настоящее историческое, не историческое, а научное исследование всегда стремится найти своих оппонентов. И оппонентом Нордзи в его отношении к историческим реконструкциям стал его ученик Франк Блокланд, который занимается историческими реконструкциями как серьезным научным исследованием. То есть спорит со своим преподавателем. И говоря о том, что взгляды Чихальда на исторические факты практически всегда ложные, он говорит, что точно так же и мои. потому что видение исторических фактов всегда происходит из определенной точки в истории, в развитии технологии, в личных предпочтениях и так далее. Из этой точки видно определенный рисунок, конфигурацию этих исторических фактов, и другой человек из другого исторического момента увидит что-то другое. И кроме этого, вот в том же тексте, где Нордзи говорит о маньяристских решениях Гарамона, термин маньяризм это не такой вот широкий искусловедческий термин, это очень конкретный технический термин. То есть теория Нордзи определяет три типа контраста, и один из этих контрастов это контраст вращения, когда сейчас я покажу вот если представить, что это например кисть или широконечное перо, то в первом случае параллельного переноса перо может двигаться, перо всегда под фиксированным углом двигается, и соответственно штрих получается тонким или толстым в зависимости от траектории. А во втором случае, когда это контраст вращения, вот то самое маньяристское решение, которое использовал Гарамон, во время движения этот инструмент широконечное перо в руках каллиграфа может вращаться. Также он Нордзи переносит это на развитие истории, сравнивая контраст параллельного переноса с периодом классики, когда золотой век и все лучшее было в прошлом. Маньяристский контраст вращения он сравнивает с шестнадцатым веком, как раз когда очень сильно менялась картина мира, и многие современные представления о естественно научном представлении появились именно в этом период. И контраст остроконечного пера, так называемого перышка с нажимом, это романтический взгляд на вещи, а, собственно, я ошиблась, классически это вот когда сейчас все прекрасно, мы живем в золотом веке, а романтический это когда все прекрасное было в прошлом. И кроме того, он сопоставляет это с возрастами человека, то есть контраст параллельного переноса, фиксированный угол наклона это когда это детство, вращение это подростковый возраст, когда все может быть иначе, все не такое каким кажется и контраст расширения он связывает со старостью. Такая вот своя классификация, но тем не менее. И соответственно, что меня здесь заинтересовало, что шрифты гарамона он рассматривает как вот такой тип контраста, то есть вращающийся контрапункт. контрапункт это две точки на контуре, которые согласовывают внешний и внутренний контур. И компенсируя то разочарование, которое возникло у меня во время учебы, я решила попробовать применить эту находку к анализу шрифта гарамона. Вот. вот таким вот образом вот что получается, если просто увеличить шрифт из документа и сверху написать, удерживая инструмент под постоянным углом 30 градусов, характерным для рукописей, на основе которых появился гарамон. Вот. В общем-то, толстые и тонкие элементы совпадают, все достаточно четко попадает внутрь букв, но вот здесь вот широкий штрих в букве G, он оказывается тонким. Вот. Кроме того, если посмотреть на N, снять кальку и посмотреть на N, то не совсем совпадает с формой. А я все время думала про строчные знаки антиквы, как вот, ну, как контраст именно параллельного переноса. Вот. И никогда не приходило в голову вообще посмотреть на них, как на результат вот этого вот вращающегося контрапункта. Вот. И вот здесь вот я попробовала то же самое написать уже вращая кисть. Вот. Таким образом получается вот это вот характерная для антиков старого стиля засечка. Вот здесь вот перо разворачивается, как бы, если оно все время шло под углом 30 градусов, то в горизонтальном штрихе оно разворачивается гораздо круче, оно гораздо круче разворачивается в арке в букве Н, то есть действительно можно довольно близко пройти по контуру букв и восстановить их именно кистью одним движением. Собственно, теория Нордию мне близка мне близка тем, что она переводит форму в движение, в движение инструмента. В общем-то, до вот этой вот мысли про контраст вращения в строчных картина в моей голове была примерно такая. Прописные, написанные с использованием контраста вращения, потому что это показал Эдвард Касич в 1950-х годах. Вот он разложил римские монументальные надписи на штрихи, сделанные плоской кистью при помощи вращения. Вот. А строчные как бы в моей голове были написаны, как и в этом документе, под постоянным, с постоянным углом наклона. Вот. Но, в общем-то, ирландцы писали и строчные, вернее, ирландцы писали его длинный текст, тоже поворачивая перо. Понятно, что если удерживать перо в одном положении, то скорость намного выше. Вот. А тут приходится постараться, и вот эти старания, они оставляют только для прописных. Вот. Как бы, когда я увидела, что, ну, то есть, попробовала прочитать строчные знаки, воображая вот этот вот вращающийся инструмент, мне стала понятна разница между альдом и гарамоном. То есть, вот здесь воображаемое перо держится более плоско, чем вот здесь, вот, что дает вот такую крутую арку. и, наверное, можно вот объяснить разницу в характере дуги в Е, в Си. И, в общем-то, логично, что в шрифте и строчные и прописные строятся на основании одного контраста. То есть, не может быть разный контраст в хорошем шрифте. То есть, как бы, в хорошем шрифте согласованные и строчные и прописные. Поэтому там просто невозможен разный контраст. И, вряд ли, гарамон использовал какой-то пишущий инструмент для того, чтобы наносить рисунок на кусочек металла. То есть, если это и было, то это скорее вот этот контрапункт, след движущегося инструмента. Это был как вот инструмент в голове. То есть, способ думать о форме. Не знаю, как бы, как думал гарамон или грифы про буквы. Ну, вот мне показалось, что это интересный способ подойти к осмыслению гарамона. Вот. Ну, и отдельный вопрос, это возможность переноса шрифтов антиквы старого стиля, ну, то есть, более широкого явления, чем шрифты гарамона. Гарамон является, как бы, их частью в кириллицу. Вот. Ответ на этот вопрос начала искать Галина Андреевна Банникова и смотреть в первые книги, напечатанные сразу после Петровской реформы. И кажется, что ответы можно искать именно там. Вот. На этом все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...